Добрый день, дорогие друзья! Приветствую вас из прекрасного солнечного города Анапы. Я вас сегодня приглашаю прокатиться по нашим набережным, посмотреть на красивые достопримечательности. Но сначала хочу поговорить о трагедии, которая произошла и происходит постоянно на нашем побережье. Позавчера Вячеслав Ревун, прогуливаясь от Благовещенской в сторону Анапы, нашел больше 40 погибших дельфинов. Это катастрофа. Вы просто вдумайтесь, 40 на одну небольшую Анапу. Сколько их всего по побережью погибло? У нас администрация и прокуратура взялись за расследование дела. Дельфинов мертвых вывезли. Хорошо, что пошла хоть какая-то реакция на это. Я в СМИ писал, краевые наши, федеральные, чтобы они хоть как-то эту информацию растащили. И вроде бы действия какие-то есть. Но напишут там, никто не виноват, как всегда у нас, и никто не знает, что с этим делать, как бороться. Это ужасная трагедия, и чаще всего, к сожалению, дельфины гибнут из-за того, что попадают в сети. На камбалу ставят, на другую рыбу. Мы находили дельфина с привязанным камнем к хвосту. Я в Телеграме выкладывал это видео, можете найти. Это просто ужасно. Рыбаки берут дельфина, чтобы он не выкидывал его на берег. И с камушком он тонет. Так как он живет благодаря дыханию, атмосферным воздухом, выбивается из силы, всплыть не может, чтобы вздохнуть. И в итоге погибает. Вот такой трэш у нас происходит на побережье. Очень бы хотелось, чтобы все-таки нашли виновных и наказали. Это было бы достойно современного времени. Сейчас же, друзья, мы с вами уже доехали до этого места. Вот на таком транспорте я сегодня передвигаюсь. И давайте поблагодарим тех, кто мне его предоставил. Поблагодарим за предоставленную возможность покататься на электробайке. Компанию АМГ. Адрес у них субседский проезд 9. Можете прийти, себе такого зверя прикупить. Надеюсь, что он сегодня тебя покажет с лучшей стороны. Выглядит он вот так вот. Даже педальки есть еще, чем можно доехать. Давайте тестировать. Начинаем мы нашу прогулочку с обзора на строительство Императорского парка. Здесь мы видим еще больше изменений, чем в прошлый раз даже было. Потому что это вот уже начало. Здесь, я так понимаю, в ближайшее время закончится основная подготовка. Много информации узнал о теннисных портах, которые здесь будут. Ну и много чего интересного. Хочется видеть это воочию, а не об этом мечтать. Со стороны домов здесь завезено очень много еще тротуарной плитки. Здесь мы видим большое количество работников, которые работают над инфраструктурой данного проекта. Я надеюсь, что получится поближе подъехать. Смотрите, какой детский комплекс тут еще появился. Деревья высаживают уже довольно-таки большие. Главное, чтобы они принялись. Тут, я так понимаю, будет парковочная зона. И здесь видно уже, что деревья начали выпускать листики. Деревья, причем тут разных сортов посажены. Вот эта мне площадка в прошлый раз понравилась. Ее огородили, правда, потому что здесь детки уже вовсю использовали ее. А работы были еще не закончены. Тут будет очень зелено, деревьев прям много высаживают. Завозят еще деревья, подготавливают к высадке. Вот эта площадка меня прям порадовала со стороны. Посмотрите, какая красота. Вот такой вау-эффект. Еще и щелкунчик, ребятки, в формате сказки. Красиво. Огромное количество пространств. Подготавливается много разнообразных дорожек. Такие вот лавочки с кружками реализованы. Здесь территорию залили бетонами. Готовится тоже что-то устанавливать. Я понимаю, элементы лавочек завезли. То есть лавочек будет становиться здесь еще больше. Но центральная аллейка, она готова была уже давно. Здесь никаких изменений особо нет. Вы обязательно напишите, как вам такой вид и такие преображения. Даже с прошлого раза столько, много новых модулей спортивных установили. Вот мы сейчас на один из них заезжаем. Вау. Тут можно и потренироваться, и полазить. Тренажеры. Слушайте, это как я мечтал. Тут замена спортзала, ребята, с весами можно будет устанавливать. Нужно вам и прокачиваться. Вот это, да. Вот это круто. Здесь для тех, кто занимается фитнесом, тоже будет очень круто. Интересно, тренажеры будут все здесь расположены, или где-то надо будет брать. Вот еще одна зона, такая большая, на которой тоже будет спортивный инвентарь установлен. Больше всего комментариев было именно по поводу зелени. Сейчас, когда, я думаю, вы видите, сколько деревьев высаживается, у вас эти все вопросы отпадут сами собой. Все как хотелось, так, в принципе, и делают. То есть выравнивают поверхность, а потом уже сажают деревья. У нас в этом году цветет уже все, что только возможно. Вот вам, пожалуйста, сирень красивующее. Тут на пересечении Владимирской, и тут направо Ленина пошла. Хотя странно, что она тут делает. Я по карте посмотрел, эта улица никак не подписана возле императорского парка. Если кто-то знает, как она правильно называется, напишите, пожалуйста, в комментариях об этом. У нас уже все улицы оделись в зеленые наряды, и выглядит это очень красиво. Тенечек появился, аромат деревьев, травка, косится местами, тоже классно. Кашка сейчас цветет, тоже кустарничек, который выдвеляет сладкий аромат. Но я жду, когда же все-таки зацветет лук серебристый на пляже. Тогда самые вкусные ароматы. Здесь прокладывали коммуникации, и сейчас территория пока никак не обрабатывается. Но ждем строительства. Попробую я заехать на 800 ступенек. Интересно, затянет ли этот зверь меня туда. Возле самой Горгипи тоже ведется благоустройство, что это здесь строят. А это у нас единственная в Анапе, наверное, зона для выгла собак домашних. То есть здесь на углу Ленина находится. Дальше от аэродромной ходим вверх. Вот самое такое большое испытание. Мои 110 килограмм. По-любому есть 110, потому что еще рюкзак с собой затащить на гору. Тут типичный частный сектор. Черешня уже позеленела. Ну, гора, конечно, большая. Я что-то не верю, что он туда заедет. Ну, ничего, если что, пройдемся. Заехал. Я, правда, чуть ножками помогал. Но все-таки справились. Наше элитное жилье. Первый вид на Анапу. А вот это самое Галицини красавица. Как она мне нравится. Сбывается наша задача. Мы поднимаемся наверх. И открывается на мегаполис Анапа вид. И заезжаем на горочку. Вау. И вот он топ-вид, который открывается на Анапу отсюда. Сегодня полный. Из-за этого моря такого цвета очень красиво. Потому что перемешиваются там камушки, песочек, который снизу есть. И солнце по-другому на нем отражается. И панорамный вид на наш любимый город. Сейчас мы будем двигаться вот сюда вниз на нашем байке, чтобы добраться до строительства новой набережной. Ну и местами тоже поостанавливаемся. Посмотрим по сторонам. Хочу попросить салфеточников. Будьте людьми. Ну хватит уже разбрасывать ваш мусор. В общем, я люблю очень сильно это место. Вид на Юрину гору, на Лысую гору. Они просто великолепны. Пишите, как вы к этому виду относитесь. Нравится ли вам такая как раз состав. Мне будет от души интересно вас послушать в комментариях, друзья. А также здесь 800 ступеней. Навигатор вбивайте. 800 ступеней. И вот четко на эту смотровую площадку вас приведет. Прогуливайтесь туда дальше и спускаетесь вниз. Недавно покорял 800 ступеней. Купался там в море. Смотрите видеосюжет этого года. Да, на эти виды можно смотреть вечно. Особенно в такую погоду. Температура воздуха от 16 до 21. Варьируется в зависимости от того, насколько далеко вы находитесь от моря. И насколько защищены от ветра. Очень тепло, очень комфортно. Сами видите, мой формат одежды. Я при этом еще еду на транспортном средстве. Довольно-таки бодренько. Теперь главное не разбиться. Такие дороги. Ну, это не дороги, это одно название. Но, в принципе, транспорт кушает их хорошо. Я управляю вообще одной рукой. То есть представьте, насколько это тяжело. Лично для меня. Но надеюсь, что все получится. Такая там я уже научился одной рукой управлять. Так что, думаю, и здесь все получится. По берегу у нас тут тотальная застройка. Мне нравятся отсюда виды. Очень красивые. Чем еще хорош этот транспорт. Везде 5 секунд остановился. Подошел к краешку. Здесь вообще я спускался оттуда до низа, помню. Были времена, мы прогуливались. Ну, до низа вот, до того места там сидишь. Такая красота. Никто тебя не видит, не слышит. И только ты, и море. Невероятно. Как жалко, что не все знают такую Анапу, по которой можно гулять и получать удовольствие от видов на скалы, горы. Самая любимая моя прогулка, это туда, в сторону Суко, если пройти по горам. Если есть у вас времечко, прогуляйтесь. Я отвечаю, не пожалеете. Там все понятно, вдоль берега, по тропам, в одном месте чуть-чуть от берега придется отойти. Там поклонный крест находится, лавочку недавно установили в памяти человеке, которого больше с нами нету. Так что от души советую. Хотя бы здесь частный сектор строится подальше от берега, чтобы там была возможность построить набережную. Ведь можно же мечтать о том, что все-таки когда-то, что 800 ступеней, может и до Ласточкино-Гнезд она появится. Прогулочные зоны нужны, город разрастается. Здесь целые микрорайоны построены, и людям куда-то надо ходить, согласитесь. Здесь Томанская 249, и рядом с ней там называется Вилла Мария. Конечно, пешеходный маршрут круче. Так вот, мужчина взял водичку, иди себе гуляй, дыши воздухом. Тут кусочек даже асфальта есть. Тут видится еще одна смотровая, но видите, такой как бы развал идет. Такое ощущение, что в скором времени она отвалится оттуда-сюда. Машина все равно подъезжает поближе к скале, хотя это очень опасно. Главное не перепутать, как говорится, газ с тормозом. Красота. Тут уже горы не такие высокие, как мы там были. Тем не менее, если отсюда упасть, будет не очень хорошо. Дальше здесь сильных перевалов нет, поэтому можно уйти с дорожки и ехать уже по тропиночке. Они должны, наверное, более приятнее будут, потому что там гравийка. Все-таки велосипед, он более городской такой, хотя с моим весом по таким дорогам он справляется. Тест-драйд отстоятельства, что получается у меня. Но мне уже это нравится, то, насколько я не запыханный. Все тихо, спокойно происходит красота. Чем ближе к 300 ступеням, тем больше не встречается людей на пути. Это здесь ближайшие ЖК, наверное, дальше всего находится. Ну, если туда ходят, гуляют под берега, это прекрасно. Чего бы ни, да, с такими-то видами. Вы бы еще воздух почувствовали, то есть он такой теплый, дует с моря. То есть тут прохладнее, чем тот воздух, который дует именно ветер. Здесь вот она, лавочка, южный ветер от парапланиристов наших анавских стран. Кстати, что они сегодня не летают, потому что погода, как раз, соблаговолит этим действием. Все-таки вот козырные места свободные. Ну, это вообще прям топчик. Мужчина приехал, жарится шашу, прям вот, потому что единственный косяк, что деревь открыта. Но ароматика, хоть в гости к нему иди. Что шашу коза захотелось, вроде бы недавно только ел. Вот за этот спуск переживают люди, чтобы он сохранился. Когда сюда набережная придет, мы будем надеяться, что все останется на своих местах. Тут скамеечки, это эко-лестница на зонах. И здесь мы можем видеть, насколько она популярна. То есть единственное место в этом лавочке есть, и люди здесь отдыхают. Вот это очень круто. С собой мусор с моря чужие люди уносят. Большое им спасибо. Всем, кто так делает, вы помните, вы настоящие. Потому что зачастую люди только приносят мусор. Вот убрать что-нибудь, это прям косяк, это прям сложно. Считают, что это не их планета. Ведь это все наше с вами. Берегите природу, планету. И дай бог, чтобы все у всех было хорошо. От души желаем. Вот так вот. Только клещей сейчас надо бояться. Так сидеть очень классно. Обратите внимание, сколько ласточек. Вау. Ох, как давно я их не видел. И здесь целая компания сидят, отдыхают на берегу, на травке, на лежачках. Ох, какая красота. Вот я представляю, как вы с той стороны часто смотритесь и обзавидовались. Здесь я смотрю, что проход перекрыли, чтобы туда не ходили. Потому что здесь дальше продолжается выборка грунта под строительство набережной. Ну, мы зайдем с другой стороны. Перекрытие это в районе площадки для тренировок от нашего ДСАФа. Тут люди, которые живут дальше в частном секторе, скинулись, сделали дорогу, тротуары. В общем, все для вашего комфорта. Говорите им спасибо за это. Давайте мы доедем еще и до парка, который меня часто спрашивают. Это где находится? Который называется у нас Крещенский. Тем более на таком транспорте мы его очень быстро с вами посмотрим. Чтобы он был проще ориентироваться, Крещенский парк у нас находится на пересечении улицы Ленина и Амелькова. С той стороны, о, колокольный звон. Как он тут вовремя для нас, когда мы приехали. Ну, давайте начнем, наверное, с центра, с фонтанчиков. Его смотреть, он под видеонаблюдением находится. Я читал комментарии, что люди недовольны, как плитка уложена. Ну, вроде бы, пока еду, ничего не бухтит подо мной. Это хорошо. Здесь тоже высажено очень много деревьев. Их тут постоянно еще досаживают. Есть много разнообразных лавочек. Стригут газончики. Но самое главное, что здесь есть, это фонтан. Он здесь должен быть тоже танцующий под музычку. Но я так ни разу еще не попал на сие действия. Ну, и здесь расположен храм. Самый большой у нас слонарь. Глоб приезжал освещать наш главный батюшка. Видите, то есть струйки уменьшились. Еще уменьшились, если вдруг вы решите пробежаться сквозь с нее. Обещают, что здесь будут появляться разнообразные активности. Это в плане того, что развлечения будут, мероприятия проходить в этом парке. Все потому, что с правой стороны здесь организована еще и сцена с амфитеатром. То есть парк выглядит тоже очень хорошо. Стал, я думаю, украшением Анапы. Вот, впервые сейчас плитка подо мной пробухтела. А так пространство классное. Тоже, видите, здесь и подсветка плитки сделана. И здесь у нас с паркзинным покрытием сцена. Сюда коммуникации электрические подведены. Ну, туда дальше съездим. Покажу вам спортплощадки. Я уже в предвкушении, как буду сам смотреть данный видеосюжет. Потому что опять все будет плавненько, красивенько. В общем, средство мобильности мне нравится. Единственное, наверное, что бы я хотел, это чтобы на нем были широкие колеса. Чтобы я мог еще и по пляжам приездить вам, показывать все пляжи за раз. Хотя я сейчас бегаю. Но что-то камеру пока с собой не беру. Смотрите, какая баскетбольная площадка. Ее доделывают. Еще одна баскетбольная площадка. Здесь уже ребята играют в баскетбол. Здесь зона для занятия спортом, воркаутом. Там стритбаскет. То есть приезжайте, молодежь, занимайтесь. Есть где посидеть. То есть все продумано. Вот это, да. Вот это очень крутая зона. Коих у нас в Напе обещают, что будет еще больше появляться. Здесь парковка. Она бесплатная. Приехали машину припарковали. Пошли заниматься, допустим, спортом. Или пошли с семьей кулять по парку. Вечером здесь очень красивое освещение. Вот оно мне понравилось. Здесь же на фонтан вечерний пока не попал. А вот те самые лежаки, которые были у нас на набережной. Тут они говорят, мы не понимаем, зачем они. Мне кажется, они стоят здесь обращенные к солнцу. И на них можно тоже прилечь, подумать. Посмотреть на звезды ночью, на солнышке позагорать. В общем, ждем еще, когда здесь эта зелень разрастется. Будет очень классно. Давайте правую сторону еще глянем. Правая часть, здесь есть санузлы, я так понимаю. Газончик уже нарос. И тоже много. Ну, кстати, лавочки какие прикольные. Со столиком между вами. То есть пришли, сели. Хотите рядышком в обнимочку. Хотите вот так вот комфортно с кофеечком и отдыхать. В общем, здесь единственное, что хочется, чтобы побыстрее выросли все эти деревья. И тогда местечко это будет с таким супер-вау-эффектом. Красота. Вот еще одна детская площадка здесь заканчивается. Строительство ее. То есть мы этого тоже очень сильно ждем. Она тут просто грандиозная. Вот посмотрите, сколько всего интересного появляется в Анапе. Для детей, для занятий спортом. Поэтому вот сказать, что Анапа не развивается, совсем не могут. То есть очень много интересного и полезного для нас для всех. Еще помню, где-то здесь должна быть купель. Ударочная конструкция тоже реализована. Давайте по кругу прокатимся. Смотрится это красиво. И часовинка такая рядышком. Дети прыгают под фонтаном. Взяли с тобой полотенчики. Слушайте, всем хорошо и прекрасно. Ай, какая молодец. К храму иконы Божьей Матери вырубили туи и переделывают полностью всю входную группу. Туи здесь были, конечно, крутые. Вот так вот все меняется. Все бежит. О, а тут у нас сакура, ребята. Посмотрите, какая красота. Вот столько вау-эффект. Раньше тут лысое место было. И смотрите, как все, ребята, здесь заросло. Птички поют. Храм, парки рядом, скамеечки. Вау. Это все в Анапе, улица Ленина, пересечения Самирькова. Не получилось у меня покататься везде на этом электромопеде. К большому сожалению, срочные дела были. Уехал. Тачку эту отдал. Очень классно, круто, мне понравилось. Я думаю, мы еще возьмем ее на обзорчик. Я приехал, ребятки, в место строительства новой набережной. Потому что уже начали задавать вопросы. Юра, что там, где там, как там. Здесь у нас вовсю ведутся работы, ребятки. Вау. И вы посмотрите, здесь уже вышло все на ноль. И сделали подготовку под будущие укладки уже и бетон, и все остальное. Я вам рассказывал о том, что какая картинка просто нереально контрастная и красивая. Там будет ниже. То есть, чтобы был больше упор на скалу, именно нижней части ее не размыло. А здесь вторая часть была чуть повыше. Но потом это все засыпется и выровняется в одну часть. То есть, дошли до территории горгаза и пока там остановились. Сейчас трактор догружает КамАЗы и потихонечку увозят. Ну, конечно, картинка просто фантастика. Еще чуть-чуть, еще немного и начнут с той стороны уже тоже движения. В комментариях все больше людей появляется, которые тоже топят за то, чтобы там утесов снесли. Но есть и те, кто говорит о том, что он им нравится и пускай остается. Честно, я за законность. То есть, если говорят о том, что строение незаконно появилось во второй этаж. И вот сегодня общался даже с Алиной, например. Он говорит, а что это такое? Идешь по набережной, бац, тебе кафе здесь. Мне неприятно. Хочется современный вид, что ты прогуливаешься по променаду вдоль всего берега города, курорта Анапы. И при этом смотреть на море тебе ничего не мешает. Ведь мы все этого хотим. Так, здесь я уже вижу разметку и начало бетонирования. Возможно, это, знаете, такой есть слой бетоноподготовитель, на котором уже будут вязать каркасы. Все остальное, я думаю, это оно и есть. Заливается небольшой маркой бетона, чтобы просто было потом удобнее с этого работать. Потому что ни выпусков, ничего с этого бетона я не вижу. Хотя могу ошибаться, может быть, это уже первый пластырь. Видите, он ступеньками идет и в ту сторону потихонечку на снижение. Сначала была подушка из песка, гравием выровнена. И вот, собственно, мы всю эту дорожку здесь можем наблюдать. То есть работы ведутся и ведутся довольно-таки бодро. Никто не тянет кота за хвост. То есть деньги есть, это хорошо. Но здесь работы не ведутся. Как я и сказал, что вопрос решается с утесом. Как оно, что оно, почему. То есть, если он останется там, как будет сюда набережная переходить. В дальнейшем будем за этим следить и смотреть, как оно будет меняться. Но набережную ждем красивую, великолепную. Какой сегодня закат. Это просто пушка. Я уже ощущаю, что я первый, кто идет по этой набережной. Закат смотрит. Сегодня закат будет восхитительный. Смотрите, облака уже подкрашивает. Когда солнце отдадет до горизонта, они дадут такой красивый цвет. И это будет сегодня сказочно. Я уже фотографии даже сейчас наделал красивых. Но все только начинается. И дальше будет еще больше. Красивее мы проедем с вами на новую набережную на 40 лет победы. Я думаю, оттуда посмотрим. Это невероятно красивое действие. Как закат. Скоростью работ больше, чем довольны. Я думаю, будут телиться гораздо дольше. Но вы сами можете видеть, как быстро здесь все происходит. И это большой плюс. Дай бог, как говорится нашим строителям, силой духа, побольше денег, чтобы они зарабатывали. И у них все было хорошо. Сейчас посмотрим, как там возле дома этого порошни. Глазами я показал бы вам, потому что камера все равно искажает. Какой вид открываться будет с этой набережной. На горы, туда вперед. То есть поворачиваешься. Ничего не мешает. Гранная работа. Камаза задом съезжает. И подъезжает к экскаватору. В прошлый раз мой подписчик рассказывал, что где-то здесь еще было немецкое кладбище летчиков. Что где-то они должны с ним встретиться. Интересно, где это произойдет. Кстати, тут грунт, видите, какой стал интересный. То есть там скала была, а тут прям насыпную. Вот она работа экскаватора. По загрузке, получается, вот этого грунта сейчас и происходит. Там интересно, люди продолжают там ходить. Хотя там обозначили о том, что этого лучше не делать. Жарят шашлычки внизу. И я читал о том, что там забор прыгнули. А люди жалуют. Люди теперь ходят. Администрация ничего не делает. Администрация написала, не ходите, ребята. Слег башка попадет. Народ наш, к большому сожалению, не остановить. Вот так вот. Сейчас здесь все выглядит, ребятки. Разрекламировал место. Теперь здесь парковки нет. Что раньше всегда было. Мы подъехали к центру набережной, чтобы посмотреть закат. Но закат там что-то пока прекратился. Интересно, под тучи стрельнет или уже на этом все. Людей очень много здесь собирается. Можете увидеть, тем более, когда такая красота творится на горизонте. Как сегодняшний закат. Плюс здесь музыка играет в центре. Так что, друзьяшки, приезжайте обязательно, чтобы понаслаждаться нашей анапской атмосферой. Потанцевать с нашими гостями и жителями города Курс-Анапы. Это любят только лечься. Пританцовывать и на создаться. И панораму смотрим. Сейчас самый большой вопрос, вылезет ли солнышко. Спасибо. Вот так вот. Практически сбываются мечты наши. Топчик. Практически каждая песня, хит. У нас прям кайф. Как танцует Анапа, ребята. Это прекрасно. День рождения Олега. День рождения Олега, но я за рулем. Ай, Юра. Ну ладно, я выберу тебя. Вы тоже можете его поздравить и пару слов ему сказать. Я за рюлью. Мы сегодня празднуем день рождения Олега. Замечательнейший человек. Замечательный музыкант. Мы его так любим. Всем городом. От души. День рождения его. И хорошего сезона мы желаем. Чтобы больше было благодарны зрителям, которые его поддерживали тоже. Самое главное – благодарны зрителям, да. Ну это, мы, я так же работаем, поэтому у всех. Присаживай меня, пожалуйста. Вот такое настроение Олега. С днем рождения. Олег – это человек, который создает настроение для всех этих людей. От души до души. Походу закат закончен. Значит, мы сами самую красоту наблюдали, друзья мои. С той части строящейся еще набережной. Как не радуют люди танцующие. Жизнь радостная и прекрасная. А это самое главное, что у нас должно быть в жизни. Радоваться надо всегда и везде. Наши люди от души. Это прекрасно, друзья. Ну, надеюсь, что было очень полезно, интересно и нужно для вас. Дай бог вам. Всем всего светлого, ясного, мирного неба. И до встречи на нашем черноморском побережье. Кстати, вдруг вы досмотрели до этого места. Вот номер телефончика, по которому можно поддержать канал. На поездки, переездки, кофе, хорошее настроение и так далее. Будем благодарны за донаты от души. Ждем вас также в телеграм-канале на розыгрыше нашего вина. Точнее, моего вина. Ну, либо 500 рублей на счет, если вдруг вы не пьете. То есть для всех все придумано. Каждый день розыгрыш. Примерно часика в 9-10 вечера. Заходите в Игорь Азаровский в поиске, либо ссылочка есть в описании. Все, крепко всех обнял. И до следующего видео. Не прощаемся. Мы же делимся с вами постоянно рядом. Игорь Азаровский в поиске. Игорь Азаровский в поиске. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА